Всем привет, hello! Ну, конечно же, не может быть на фоне и другого звука. Раз, два, три. Один, четыре, восемнадцать, двадцать пять, шестнадцать, четыреста тридцать два. Ну что, ты готов? Да. Я тоже. Три, два, один. Поехали. Всем привет, это Лера. Это Дима. И вы на канале Welcome to USA. Сегодня мы хотим пообщаться в таком лайв-формате, без подготовки, без сценариев. Тема сегодняшнего нашего ролика это... То, что нам нравится и не нравится жизни в США по истечению двух месяцев, в котором мы здесь находимся. Уже можно сделать какие-то выводы. То есть это не будет то, что для всех людей подойдет. То есть вот такие-то плюсы здесь и такие-то минусы. Это все зависит от того, где мы сейчас живем, где мы обитаем, где работаем, каких людей вокруг видеть. Да, я хочу тоже сделать уточнение, что мы живем в Калифорнии. И может быть в других штатах, в других городах как-то по-другому. Но мы будем рассказывать конкретно о своих ощущениях, о плюсах и минусах конкретно здесь, в Калифорнии. И еще одно такое уточнение. Мы с Димой подготовили по пять положительных ощущений и пять отрицательных. И мы не знаем, какие ощущения подготовили. Наверняка некоторые из них совпадут. И мы на них тоже остановимся. Но мы не знаем, что у каждого написано, грубо говоря, в заметках. Да, и поэтому сейчас будет и для нас тоже интересно. Я предлагаю в таком формате, что если у нас, так сказать, мэч, мы это обсуждаем. Если не мэч, то мы тоже обсуждаем и проверяем список, было у нас это или нет, окей? Да, да. Давай ты начнешь. Давай на Суэфат. Давай на Суэфат сменимся. Ты первые ножницы. Хорошо. Су-е-фа. Первые ножницы. Ладно. Су-е-фа. Су-е-фа. Ну давай, ты первый. Блин. Мы решили начать с положительных ощущений. И первым, что я записал, это была демократия. Демократия, потому что... Сейчас я посмотрю свой списочек. Блин, ну я не знаю, можно отнести это где, к положительным или... Ну, возможно, у меня более широко, я готов немножко это раскрыть. Да, давай. И, возможно, в процессе раскрывания ты тоже поймешь, что ты тоже сам имела в виду. Давай. Демократия здесь буквально заключается во всем. В том, как ты оденешься, в том, какую ты религию исповедуешь, какие у тебя политические взгляды, как ты одеваешься. Я уже сказал. Уже сказал. Да, да. Свобода выбора буквально во всем. Здесь само строение государства строится вокруг человека. Я, наверное, тоже отнесу этот пункт к свободе. Вот он у меня просто первый. Так и записано. Свобода и возможность. Ты наравне со всеми, даже если ты без документов. Но я еще в этом пункте хотела подраскрыть то, что, опять же, то, что мы вчера с тобой вечером ощущали, что в России я не чувствовала такой свободы возможностей чего-то делать, реализовать свое какое-то дело. Допустим, как сейчас вот тренировки, там, о том формате тренировок, о котором мы вчера с тобой разговаривали. Да, то, что вот свобода, как ты оденешься, свобода, какую религию ты выберешь, там, свобода каких-то политических моментов. Вот это, конечно, очень здорово, то, что ты можешь выйти, блин, с плакатом, голосовать за любые политические, неполитические, высказывать свое мнение, протестовать, да, высказывать свое мнение по любому поводу и проблем, законам, как минимум, у тебя точно возникнет. Хотя я вчера читала, что очень многие в свободу, вот, в своем самовыражении, некоторые люди считают, что здесь этого очень много, и это, типа, подвешивает. Люди, вот, типа, одеваются, как хотят, и это, типа, весит. Ну, почему, если человеку хочется так одеваться, почему он не может так одеваться? Ну, да, я здесь полностью согласен. Как бы это ни было, там, для нас странно или гульгарно, или еще как-то. Ну что, давай дальше. Давай твой плюс. Мой плюс. Блин, ну, может быть, это будет очень банально. Мой огромнейший плюс – это климат. Климат, опять же, мы живем конкретно в Калифорнии. За два месяца здесь у нас три раза был дождь, который шел один день полдня, другой день, там, два часа. И у меня в этот день, кстати, была тренировка, утром шел дождь, а вечером вышло солнце. Вот, и в плане, там, с точки зрения тренировок, мне это еще больше нравится, потому что можно практически круглый год заниматься на улице, не искать какое-то там помещение для аренды. Ну и в целом, витамин D, постоянное солнышко, мне кажется, что как раз-таки влияет на наше благосостояние, внутреннее настроение. Да, всякие краски вокруг, они еще больше впитывают контраста за счет этого солнца. Поэтому я считаю, что неоспоримый вообще плюс в Калифорнии – это 100% погода, климат. У нас в этом с тобой мэч, потому что я климат тоже записал как положительный. Потому что ты еще в Туапсе жила, тебе это, наверное, не так необычно, как для меня. Человек, который прожил там в Москве большую часть своей жизни, который наблюдал за грязной осенью, за снежными зимами, тоже грязными. Реагенты, гололедицы, падения. Вот, сюда я приехал, и я тебе уже говорил, я словил себя на мысли, что я полюбил осень. Потому что раньше осень для меня была самым неприятным временем года. Да, да, да. Здесь же такое разнообразие красок, всегда чистая обувь, всегда чистые улицы. После дождя из-под машины летит грязь в твою машину, и тебе не надо ее мыть. Мы за два месяца ни разу не мыли машину. Ни разу. Потому что мы грязнули. Потому что кроссовки мыли, мы один раз как-то вышли из бордера. Ну и недавно я в КАКу наступил. Которая вот здесь вот как раз таки валяется. Блин, ну круто уже два. Здорово. Два мэча. Класс. Ну что, давай дальше. Ты следующий. Да, давай. Этот плюс я немножко даже, наверное, готов подчеркнуть жирным, черточкой внизу. Потому что для меня это действительно очень важно. Как на русском языке, да, на уроке? Да, для меня это люди. Люди, которые нас окружают, это... У нас мэч! Опять! Я всегда мечтал жить в таком обществе. Просто у меня всегда... Я понял, что у меня всегда в России была какая-то мини-депрессия, которая продолжалась на протяжении долгих лет жизни. Потому что выходишь на улицу... Я изначально очень позитивный, эмоционально-энергичный человек, который просто обожает творить добро, получать добро, улыбаться, шутить, смеяться. Вот. А выйдя на улицу, всегда... Ну, это действительно так. Часто ты наблюдаешь какие-то угрюмые, недовольные лица. Вокруг одно хамство. Там, если у кого-то спросить помощи... Да, часто бывает такое, что помогали и в России, но если попросить, там, как пройти туда, то можно вообще тебя проигнорируют, посчитают за дебилой или еще что-нибудь. И здесь же, какая бы у тебя ни была проблема вообще, мини-проблема, например, грубо говоря, вот мы не знали, как оплатить парковку в первую нашу неделю пребывания. Рассказывала тоже об этом. Да, и проходил мимо молодой человек, сказал, типа, вот, вам нужно ставить карту. У нас на тот момент не было карты. У нас на тот момент карты еще не было, у нас была только наличка, а наличка этот терминал не принимал. Он говорит, без проблем, я вам оплачу, берет, оплачивает. Два доллара стоила парковка, да, никакие деньги, я ему даю до доллара. Он говорит, не-не-не, добро пожаловать, где мы были. Welcome to USM, сказал, по-моему. Ну да, может быть, предварительно спросил, откуда мы. А, да, он спросил, мы из России, откуда мы, мы скажем, что мы из России, да. Да, это говорю еще чуть-чуть. Здесь каждый человек считает своим долгом тебе помочь, я это заметил. У меня тоже, у меня это был пятый пункт, это я вчера вот последний написала, это открытость людей, потому что действительно тут я каждый раз выхожу, и если вижу какого-то соседа, то он всегда спросит, типа, привет, как дела? И кто-то, вот я видела тоже из каких-то блогеров, которые выкладывают видео, что, типа, блин, да, американцы, типа, спрашивают, это просто так, типа, не надо им вообще на это отвечать. То есть если вы ответите, то вы сразу выдадите то, что вы, типа, из России, да, что вы, типа, не местный, не американец. Не знаю, я всегда в магазине отвечаю, что, типа, окей, у меня все супер, как ты, и у меня может от этого дальше завязаться диалог. То есть иногда, конечно, да, этот диалог заканчивается. Потом, помнишь, вообще самый первый день, когда мы только прилетели после Лас-Вегаса, нам тогда мужчина купил билетик на метро, на бар, тогда он нам купил билет. То есть, да, это тоже вот один из минусов, которые я читала, что люди здесь делают это специально, что из вежливости. Но это же круто, когда у людей развито чувство ненави... Ой, фу. Чувство вежливости, чем чувство ненависти. Чувство вежливости, да, пусть это будет из вежливости. А из чего? Из каких побуждений это еще и делать? Из вежливости, из хорошего настроения. Здесь диалог может завязаться вот, просто так. У нас вот с Джексоном мы тоже познакомились, он просто услышал, что мы русские, он не постеснялся, такой, о, ребят, и мы потом сидели с ним целый час разговаривали. В итоге мы потом подружились и встречались уже, гуляли с Мину, с его женой. С его женой, да. Я вот тоже согласна, что открытость людей, это прям тоже большой плюс здесь. Это очень круто. Давай теперь твой плюс. Ну, не знаю, для меня это, наверное, как для девочки, я не знаю. Я вот думала, что в этом мы с тобой и, может быть, и не совпадем. Дешевые шмотки, дешевая техника, дешевые айфоны, фотоаппараты, телевизоры, дешевые посудомоечные машины, там, техника и так далее. Но самый плюс – это дешевые шмотки. Сегодня я зашла на страницу Найка и увидела, что кроссы, которые я покупала в Москве за 12 штук, здесь стоят 100 долларов, ровно в половину дешевле. И причем это, по-моему, даже либо наравне с Турцией, либо дешевле Турцией, потому что все остальные страны... Ну, в Мексике мы не шопились, в Грузии точно дороже, потому что я видела эти кроссы. В Минске. В Минске тоже были дороже 100%. Короче, это кайф, что, да, здесь продукты питания здесь могут быть дороже, но при этом, я не скажу, что мы прям такие заядлые халявщики, да, мы ездим в фудбанк, и почему бы этим не пользоваться, там классные продукты, овощи, там еда, которую нужно готовить самим, да, то есть это не то, чтобы пошел в магазин, там, набрал каких-то готовых салатов и так далее. Да, здесь дорогая еда, но шмотками-то мы тоже пользуемся, потому что все вот эти вот комментаторы злостные пишут, вот, в Америке дорого, в Америке дорогое жилье и так далее, так может быть, у вас дешевле жилье, дешевле продукты, но все остальное, то, что тоже необходимо, обувь, одежда, телевизор, машинки и все такое, намного дороже, даже если не в два раза дороже, мне кажется, и поэтому я думаю, что здесь в этом и есть баланс, но при этом здесь уровень жизни совсем другой. Вот, ты как раз-таки подошла к тому, что, да, у меня нет такого пункта, как дешевые шмотки, но у меня есть такой пункт, как уровень жизни, просто. Здесь человек тратит определенное количество времени, чтобы заработать определенное количество денег, и этого определенного количества денег хватает гораздо, чтобы позволить себе гораздо больше, чем ты за потраченное время в другой стране можешь позволить себе в другой стране. Как это тоже, я сегодня читала эти комментарии, нам написали, что нужно считать, типа, не... Человека-часы. Человека-часы, да, не доллары-рубли, а человека-часы, да. Вот это именно то, что и нужно считать. Не переводить доллары в рубль и говорить, о, как дорого, а здесь нужно считать человека-часы. За сколько ты заработаешь, там, 100, 200, 300 долларов в этой стране, и за сколько ты эти же деньги, если вы так считаете, заработаете у себя в стране. Вот у меня сегодня диалог там с одной женщиной состоял, причем я смотрю многих ютуберов, которые что-то снимают про Америку, и основные, вот, большинство комментариев пишут, блин, вот, вы пиарите свою Америку, да здесь все дорого и так далее. И очень сложно, ну, донести, точнее, меня прям подбешивает, но очень хочется донести этим людям, что не нужно сравнивать 10 тысяч, которые вы заработали в России за неделю, и 10 тысяч, которые Дима вчера заработал, работая курьером, вообще-то 12 на секундочку, как бы за один день. Я не говорю, что там плохо, просто разный уровень жизни. Это нехорошо и неплохо, это просто по-разному, и все. Ну, поэтому я считаю, что здесь у нас тоже мэч, просто ты это сказала... Дешевыми шмотками? Да, дешевыми шмотками, именно по-женски, а я это просто объединил все вот эти вещи в слово уровень жизни. Окей, ну, давай дальше. Получается, последний плюс, я еще даже писал, красиво. Я написал, что это разнообразие флоры и фауны, которые тебя окружают. Попросту говоря, природа. Блин, ну, я знаешь, почему это не записала? У меня другое. Я это не записала, потому что... Ну, типа, мы в Калифорнии, знаешь, и, может быть, в других штатах... Ну, да, мы же рассказывали про Калифорнию. Мы же с самого начала сказали, что мы рассказываем то, где мы живем конкретно. Конкретно здесь Сан-Матео, в Калифорнии. Ладно, да, с этим я с тобой согласна. Потому что здесь на улице всегда можно увидеть одну, двух, трех белых одновременно. Которые вот здесь вот у нас по забору бегают. Здесь у нас часто по забору бегают, мы сейчас вот дома находимся. По дороге просто вот придут в частный сектор. Здесь можно спокойно увидеть бегающего Бэмби. Это детеныш-оленя. Это я так называю Бэмби? Нет, они действительно так называются. А, да? Я думала это, я так называю. Еноты, куча енотов. О, кайф! Просто ходят такими толпами такие важные ребята. Растения, деревья. У соседей вон там это не видно, наверное. Растут лимоны, впереди, по-моему, тоже вон там лимон. Потом вот это... Ну, это нет, не плодовое что-то. Но я видела даже хурма моя. Я не скажу, что я суперлюбимая, но просто хурма мне всегда напоминает апоапсе. И хурма даже растет. Блин, очень я с тобой согласна в этом. Да, и такое количество красок, действительно, там, деревьев. Ну, это просто бесподобно. Да, согласна. Так, ну ладно, тогда мой последний пункт. Это бесконечные удобства и что Америка это про удобство. Да, согласен. Вот это был мой пункт. Я... Блин, первый пример, короче, который про удобство мне приходит прямо сейчас. Это то, что мы зашли в магазин у нас на районе. Там, где продавалось пиво Корона. Корон уже пьют слаймом. И там стоит на стеллаже пиво Корона, а в дверце от холодильника лежит лайм. Но это уже было после того, как я подметила пару каких-то моментов про удобство. Что еще? Пакетики в магазине, которые не надо подходить. Знаете, как вот это вот к пятерочке. Подходишь двумя руками, отрываешь или еще что-то. Там просто нужно потянуть пакет на себя, опустить вниз, и он оторвался. Пакетики, которые для овощей. Для овощей, да. Также у каждого парка, я заметил, здесь есть пакетики для собачек. О, да. Даже не то, что у каждого парка. Здесь просто идешь возле апартаментов. Это как? Ну, здание апартаментов, то есть конкретно отдельная территория, где у них там свой дворик, там все такое. И даже вот просто идешь, и у них просто пакетики на обычной улице. Вот апартаменты, и вот как бы дорога с машинами. То есть там могут подойти, взять этот пакетик не только хозяева апартаментов, но и просто люди, которые гуляют с собаками. Блин, что-то у меня еще одно было, но вот вылетело из головы. Мм, в каждом парке. Ну, ладно, в Москве, наверное, я видела то же самое, но не везде. Как бы тут такие парки, по крайней мере, в нашем округе, они небольшие. И в каждом этом парке есть туалет бесплатный. Есть фонтанчик, где можно налить воду, тоже бесплатный. Подумаю, что еще. Даже небольших супермаркетов, типа как пятерочки и так далее, здесь есть туалеты. Кстати, говорят, это огромное удобство в этом плане. Что-то я не могу тоже вспомнить, но то, что Америка это про удобство, это вот прям 100%. Наверное, даже если с точки чего-то плохого рассмотреть, кто тебе звонил? Прошу прощения, Лас-Вегас. Лас-Вегас, тебе тоже начал звонить? Да. Мы просто купили симку в Лас-Вегасе, две симки, и получилось так, что мне постоянно звонят спамеры, а Диме звонят один раз в день, а мне просто с утра, наверное, пять пропущенных у меня. Наверное, с точки зрения плохого, то, например, удобство, опять же, готовая еда. То, что в Америке важно, опять же, из-за того, что время деньги, человека часы, да, здесь все покупают готовую еду, то есть здесь очень много замороженной еды, которая тоже, с одной стороны, очень удобна, когда нет времени, быстро что-то закинул в микроволновку, покушал и пошел. Понятное дело, что это не всегда полезно и хорошо, но думаю, что это тоже можно поплюсовать к чему-то удобному. Ну, еще отдельно добавить хочется то, что здесь очень ценятся права потребителей, если ты там... О, да. Здесь можно, я был в шоке, можно купить духи, попользоваться ими месяц и вернуть обратно, потому что они тебе не подошли. Глупо этим пользоваться, но это есть. Ну и так во всем. Товар купил, не понравился, вернул без проблем, потому что все точки торговые ценят свою репутацию, они не хотят проблем. Да, им проще поменять или вернуть обратно, нежели чем испортить свою репутацию, это точно. Так, ну что, мы поговорили с тобой о плюсах. Теперь ты начинай с первого минуса. Давай, да, поговорим о минусе, а то мы, как обычно, подумают, что мы с тобой воспаляем американскую жизнь и вот. Главный мой минус, который прям вот вообще плохо, это то, что здесь, по крайней мере, у нас, опять же, в нашей эре, плохо развит общественный транспорт. Для меня это прям минус, потому что у меня в России не было машины, то есть я передвигалась, ну, как не было машины, каршеринг, да, или метро, общественный транспорт. А здесь получается, что Дима работает на машине, если мне куда-то нужно доехать, я иду пешком, что занимает, хотя, в принципе, как бы, ну что, час-полчаса времени, как бы, наоборот, воспринимается как тренировку. Ну, это я уже просто переучила себя. Но просто сам факт, что вот даже доехать там к нашим родственникам, к Диминому брату, по факту на машине ехать полчаса, но если забивать маршрут общественным транспортом, то время занимает два с половиной часа. То есть в этом плане здесь очень все плохо, вот, и это меня прям очень-очень сильно расстраивает. Хотя, есть такой плюс, мы катались на автобусах, здорово, что ты можешь купить билетик за два с половиной доллара, это уже с налогом. Нет, там ездить, по-моему, то ли 11 часов, то ли 10, ну, какой-то большой период времени. То есть ты платишь один раз и можешь ехать, ну, достаточно большое количество времени. Ты сейчас скажут, вот, в России тоже есть, в Москве есть тройка, 90 минут. Ну, тоже вот это, плей, ну, извините, 90 минут, это не 11 часов. В этом плане есть как и плюс, но огромный минус в том, что нет общественного транспорта. Плохо развит он. Да, у меня тоже записано это список минусов. Это не такое большое, потому что я, ты знаешь, в целом не очень люблю общественный транспорт ни в какой стране мира, потому что я больше люблю продвигаться в машине. Мы даже в Стамбуле практически поругались из-за этого, когда я хотела поехать на метро, а Дима сказал, что поехали на такси. Да, было дело. Как бы из этого минуса вытекает еще такой подминус, то, что без машины никуда. То есть машина в любом случае хотя бы минимум одна, это вот там самая минимум одна машина в семье должна быть, а в идеале две. Да, хотя мы в семье, вот наши хозяева, у кого мы живем, у них получается три машины в семье. Три машина, но их трое человек, поможет. Мама, дочка и сын. Ну да, да. Приходим к следующему. Ну давай, да, следующий твой. Для меня самый большой минус, которым мы здесь столкнулись, это я выделил бюрократию. То есть бюрократия здесь прямо, мне кажется, на уровне с российской. И российская бюрократия даже где-то в чем-то выигрывает, я не имею в виду, в хорошем плане выигрывает у США. Потому что такие процессы, вот мы столкнулись с получением прав. Да, здесь еще, конечно же, влияет то, что мы иммигранты, и мы сейчас в статусе легализации находимся. За счет этого у нас процессы идут дольше, чем, например, у американцев. Ну вот это для меня такой самый явный минус, который я увидел. Да, я тоже выделила этот момент. Я не скажу, что мы столкнулись вот, хотя медицинскую страховку нам сделали быстро тоже без всяких проблем. Да, но у нас не было в ней жесткой потребности, поэтому мы не обратили на это внимание. Да, но мы сделали быстро, там, ну, дней 10, может быть, у него это. Да, пока, конечно, это такой момент. И самое главное, что никто не может помочь и сказать, что нам делать. Вот звоните по номеру телефона, на этом номере никто не берет трубки, форма обратной связи тоже не работает. И что с нами правами неизвестно. И мы один раз пришли, нам продлевали временные права. Второй раз нам продлевали временные права, и мне интересно, что они будут так до бесконечности продлевать. Нет, ну, где-то они там заверили, что либо к концу года, либо в начале января у нас уже будут наши права. Ну, дай бог. Но, тем не менее, к этому моменту пройдет уже 4 месяца. Ну что, считаем это мэч? Да, считаем мэч. Ну, давай. Хоть мы этим и не пользовались, но я отмечу, наверное, это как минус. Дорогая медицина. И она действительно такая, и она немножко непонятная система, потому что тебе сначала выставляют, вот опять же, по тем моментам, которые я там смотрела в интернете, читала. Я же говорю, слава богу, мы с этим не столкнулись, но я написала это вчера, и мне сегодня утром стало не очень хорошо. То, что не очень понятная система, потому что тебе выставляют чек там на 2000 долларов, а твоя страховка раз, и ты со страховкой должен оплатить там 200 долларов. И такое случается очень часто, то есть тебе сначала присылают счет огромный, как будто, знаете, еще хотят дополнительно, чтобы ты психологу записался от этого, а потом чек становится меньше. Ну, и еще я знаю, что многие ездят, допустим, из США, американцы, они ездят, делают зубы в Мексику, говорят, что это намного дешевле, не знаю, насколько качественно и так далее. Но я надеюсь, что тут мы не столкнемся с этими проблемами со здоровьем. Хотя при этом сейчас у Диминого брата жена, она имеет бесплатную страховку медикового государства как беженца, она должна родить буквально в течение этого месяца. У нее все роды бесплатные, так причем у нее был зубной. О, белка. И причем у нее был зубной включен в эту страховку, ей сделали коронки бесплатно. Лера, мне кажется, что в целом это некорректный пункт был с твоей стороны, потому что мы рассказываем о том, какие именно наши ощущения от жизни в США. Лера, ты просто написала минус, который услышала в интернете. Нет, ну я с этим не сталкивалась, но я этого боюсь. Вот боюсь, что дорого. Ну как ты можешь этого бояться, если ты не знаешь, так это или нет? Ну, не знаю, ладно, принято. То есть у нас видео не о плюсах и минусах, мы рассказываем о наших ощущениях от жизни в США за два месяца. Окей, я согласна. Тогда давай, пока ты говоришь еще один, я, может быть, что-то и придумаю. Я выделил это то, что, опять же, я заметил, то, что мне не понравилось за эти два месяца. Бомжи. Там, где мы живем, в Сан-Маттео, их не так много. Мэч. Мэч, да. Их не так много, но когда мы были, например, в Сан-Франциско, это 20 минут от нас, там на каждой улице, на каждом тротуаре будет по-любому один маргинальный тип, у которого исходит неприятный запах, который может что-то орать невнятное, просто там танцевать, все что угодно. И здесь с ними ничего не делают, если они не нарушают общественный порядок, если просто вонючий бомж ты на тротуаре, он не нарушает общественный порядок. Здесь же, опять-таки, это обратная сторона демократии. Человек сам выбрал такую жизнь, ему так нравится, соответственно, он имеет на это право. Да, 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 только так сказать. Да, у меня мэч в этом плане, бомжи и бездомные, но вот я как раз-таки здесь написала, но это их выбор. Главная ситуация, когда мы приехали с Димой из Сан-Франциско к Айс-Офицеру, мы приехали на день пораньше, гуляли, шли по улице, а у меня такое, очень быстро организм реагирует на запахи, и поэтому я практически присоединилась к этим бомжам, потому что посередине улицы я жестко блеванула, потому что я не смогла терпеть эти запахи. Причем мы шли практически по самой центральной улице Сан-Франциско, где все эти красивые билдинги, постройки и так далее, но по факту получилось вот так. В этом плане, да, я с тобой согласна. Это страдает не только Сан-Франциско, я вчера смотрела про Лос-Анджелес, это тоже, говорят, огромный минус. Я не знаю, конечно, как в других городах, в других штатах, но вот то, что у нас это есть, это 100%. Окей, давай мой. Дорогой и некачественный интернет на мобильной связи. Да и, в принципе, какие-то проблемы с нашей мобильной связью, ты согласен? Да, это сейчас, наверное, будет антиреклама нашего оператора. Да, 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 да. В общем, все, кто приезжает из США, пожалуйста, не покупайте симки. T-Mobile. Нет, нет, T-Mobile я не знаю. А, Metro T-Mobile. Metro by T-Mobile, вот постоянно какие-то глюки. Здесь всегда ловят 5G-связь. То есть это как вот у нас было, что у нас LTE, это значит, что интернет работает в ООО. А если уже 3G или E, то уже так себе. Здесь же это 5G, это идеально, а LTE, это значит, что забудь про интернет, называется. Да, да, да. И вот у этого оператора всегда случаются... Какие-то проблемы. Какие-то проблемы, да, когда кто-то заехал, открытое пространство в целом, город, здесь обязан быть сотовая связь, просто в какой-то момент SOS написано, и все. Да, при этом, что мы платим за сотовую связь 90 долларов в месяц на двоих у нас семейный тариф, да. Но в то же время, вот ты платишь 90 долларов, извини, что я тебя перебил, и у тебя безлимитные звонки, безлимитные сообщения, безлимитный интернет. Единственный минус, это есть ограничение на... Раздачу Wi-Fi. Раздачу Wi-Fi, да, на 15 гигабайт. Так что я считаю, что это минус, причем, опять же, я слышала, что это минус не только в Калифорнии, но и в других штатах. И мы даже вот стоим возле торгового центра, да, казалось бы, возле торгового центра, да, и там все равно плохая связь, плохо ловят. Не то чтобы, ну, интернет в целом. Так, ну давай твой. Я выделил такой пункт, как часто бьют стекло в машинах. О, у меня такого нет. В машине, ну, я с этим не сталкивался, но я это видел. Ну, послушай, это общеизвестный факт. Что здесь ни в коем случае здесь, потому что здесь просто каждый скажет, о, не оставляйте ничего в машинах, никогда не оставляйте ничего в машинах. И доходит до того, что здесь люди, владельцы автомобилей, вешают бумажку на боковом стекле и пишут, пожалуйста, не развивайте стекло, в машине ничего нет. А, я видела это в Сан-Франциско. Это по большей части в Сан-Франциско, и, возможно, здесь во многих районах тоже такое есть. У нас частный сектор, мы здесь вообще ни разу не видели каких-то неадекватных личностей. То есть я записал как минус, потому что в целом тебе нужно всегда заботиться о том, что ты вроде бы живешь в свободной цивилизованной стране, но стекло в твоем автомобиле могут всегда разбить. Ну ладно, говори тогда еще один свой матч, потому что у меня больше нету. Тебя больше нету? Нету. Ну да, и это будет заключительный, и он такой, мне кажется, самый... Говори свой матч, у меня больше нету. Главный, ну, наверное, один из таких самых драматичных минусов, это, естественно, отсутствие возможности в любой момент обнять своих родных, близких, друзей и так далее. Потому что нельзя просто так, тем более в нашем статусе, нельзя просто так взять, например, купить билеты сначала до Турции, например, а потом до Москвы и приехать там, увидеть их, побыстрее недельку и уехать обратно, грубо говоря. Я с тобой полностью согласна, да. Опять же, ну, такая небольшая ремарочка, для людей в нашем статусе, в статусе получения политического убежища мы не можем выезжать из России. Из США. Из США. Ой, мы не можем выезжать из США. Как минимум до суда. Как минимум до суда, пока мы его не выиграем, потому что дальше, наверное, может, кому это будет полезно. Мы оформляем, типа, белую карту или белый билет. Ну, это уже, мне кажется, лучше там в последующих видео рассказать. Ладно, хорошо. Да, потому что, действительно, мы очень сильно скучаем. Хочется... Вот сегодня я очень захотела, чтобы мне мама приготовила мой любимый завтрак в яичный подклеем. Поэтому ты меня попросила, а я не приготовила. Да, потом твоя мама сегодня утром начала говорить, что она там про завтрак, что ты еще, что она приготовила. Я вот так соскучилась, потому что кто-то вот, ну, типа, домашнюю мамину еду. Поэтому очень по племяшкам своим соскучилась, по подружкам, по друзьям. Вчера вот мы мою подружку Наташу поздравляли с днем рождения. Но, на самом деле, согласись, что мы думали, что будет хуже. Мы, действительно, думали, что будет хуже. Получается, мы не видели наших родных уже три месяца, чуть больше. Нет, почему? Август-сентябрь, сентябрь-октябрь, октябрь, наверное, три месяца. А, три месяца. Три месяца. И мы скучаем, но мы не испытываем какой-то смертной тоски, что хочется там все бросить, уехать, лишь бы быть с ними. Мы, наоборот, как-то думаем о том, как их, как можно скорее сюда всех перевести. Я хочу сказать, что это, наверное, еще и заслуга родителей. Потому что мне мама тоже как-то сказала фразу, что вот такого понятного дела, что она очень скучает. Но вот такого вот как-то... То есть они нас не расстраивают, да? И мы их не расстраиваем, мы, наоборот, только друг друга радуем. Там практически каждый... Тут мы поняли, что у нас разродился микрофон, и в конце не записался буквально себе маленький кусочек. В общем, мысль моя была такова, что и родителям тоже спасибо большое за то, что они не депрессуют, не наводят никакую панику. Наоборот, очень сильно нас поддерживают. Мы радуем их своими успехами. Они радуют нас своими успехами. Мы, конечно, безумно их очень любим, скучаем. Мама, папа, привет. Да, всем большой привет. Привет большой нашим друзьям, которые тоже нас смотрят и поддерживают. Спасибо вам огромное. И в целом это все плюсы и минусы, которые мы выделили для себя... Оооо, мамался крепёж. В целом это были все плюсы и минусы, которые мы выделили для себя за два месяца жизни здесь. Я думаю, что нам можно периодически снимать с тобой, да, какие-нибудь такие интерактивные видео в плане того, что... Ну, по истечении какого-то времени, как мы... Какие у нас ощущения поменяются, что-то у нас убавится, что-то добавится. Да, хорошие, мне кажется. И причем действительно интересно, что мы реально не знали то, что у каждого из нас записано. Да-да-да, это было очень прикольно. Хей, всем спасибо, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, задавать вопросы, писать комментарии, подписывайтесь на все социальные сети, инстаграм. Всем спасибо, пока-пока, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok